Стратегическую трассу открыли в Приморье. Состоялся запуск первой очереди автодороги Владивосток-Находка-Порт-Восточный. В торжественной церемонии сдачи объекта принял участие губернатор Олег Кожемяка. Первый пусковой комплекс, включающий в себя две развязки и подъезд к Шкотово протяженностью 14 километров, представляет собой новую четырехполосную трассу, на которой расположено 8 мостовых переходов, 3 путепровода и эстакада. Новая трасса обеспечит проезд приморцев от Владивостока до Находки без заезда в поселки Артемовский, Штыково и Шкотово, что позволит значительно сократить время в пути. Отметим, дорога уже доступна для всех автомобилистов. Губернатор поздравил строителей с окончанием прокладки трассы, подчеркнув ее важность для развития туристической и транспортной отрасли Приморья. Сегодня мы наконец-то открываем тот участок дороги, которая, минуя и Шкотово, и Штыково, часть Артема, позволит людям гораздо быстрее доезжать и в Находку, в другие населенные пункты, расположенные именно там, на востоке Приморья. Это большое радостное событие, важно также и для грузового транспорта. Здесь нагрузка на вось достигает до 11,5 тонн, поэтому большегрузные автомобили могут свободно проезжать. Скорость движения предусмотрена 110 километров, километров, что тоже позволит разгрузить трассу от тех пробок, повысить безопасность жителей, особенно в тех населенных пунктах, через которые ранее она пролегала. Первыми по новой трассе проехали тяжелые самосвалы. Было отмечено, что именно благодаря современной технике, профессионализму инженеров и рабочих возведен этот объект. Оставшийся участок дороги до Большого Камня планируется достроить в следующем году. Сейчас объект проходит госэкспертизу. Напомним, строительство стратегической трассы Владивосток-находка Порт-Восточный специалисты начали еще в 2017. Спустя пять лет открыт первый участок и Олег Кожемяка дал понять, как важна эта дорога краю. Она не только является частью транспортного коридора Приморья-1, но и связывает край с ключевым стратегическим партнером Китаем, поэтому глава региона принял решение лоббировать достройку важного объекта.